альфа известно на своей технологической этом инновации инновационностью причем здесь тоже важно очень очень отделяет на потому что могут быть технологии какие-то фишки это все замечательно соответственно и здорово но мы стараемся делать что то что действительно помогает людям помогает людям жить если хотите мы со своей стороны стараемся внедрять инновации которые позволяют людям тратить время так как им приятно и хочется именно через эту призму у нас появляются сервисы как альфа мобайл который будет соответственно будет развиваться в следующем году если сейчас он доступен только клиентам только клиентам банка часть функционала будет доступна и для не клиентов банка соответственно тоже в следующем году банк в мобильном телефоне очень соответственно очень удобная вещь особенно с развитием смартфонов очевидно что они будут развиваться будут дешеветь будут проникать до в клиентские соответственно в клиентские сегменты это будет полностью обновленная версия нашего интернет банка который в принципе является определенным стандартом на рынке на который многие смотрят но Мы тоже понимаем, что нам пришла пора, в принципе, мы его запустили в том виде, в котором он есть, потом делая добавление, но мы запустили его в 2006 году, прошло 5 лет. В общем-то, необходимо делать определенный следующий шаг, который мы в первом полугодии следующего года, безусловно, будем делать. Сейчас получают развитие карточки, так называемые, бесконтактные технологии платежа. Еще один пример можно дать, это наше совместное предприятие с компанией Wempel.com, компания Ruru, сайт Ruru.ru, тоже такое очень легко запоминающееся название. В чем его основное преимущество, дать возможность нашим клиентам платить за продукты и сервисы, используя баланс счета мобильного оператора. Потому что, опять же, что еще может быть проще, есть деньги на счету, нужно оплатить, не знаю, билеты в кино, два нажатия, соответственно, два нажатия кнопок на том же самом мобильном телефоне. То есть не нужен даже компьютер уже, и в кино можно идти гарантированно, спокойно, билеты куплены, все ждут тебя. Да, ну вот, простой, опять же, практичный, соответственно, практичный пример новинок. Ну, я бы так сказал, что это вопрос, в принципе, он, знаете, очень популярный вопрос во всех финансовых кругах, причем не только в России, да, о том, вот, как банкам взаимодействуют так называемые социальными медиа, и там, стоит ли, и как и что делать. И очень по-разному выстраивается работа. Кто-то просто делает свои странички, и коммуникация идет от организации клиентам, никакого интерактива. Мы пошли немножко по-другому пути, мы четко понимаем, что социальные медиа – это интерактив, и по-другому они, соответственно, не работают. Должна быть выделена группа людей, которая занимается именно этим проектом и только им. И такая группа была, соответственно, в банке создана. У нас есть немало примеров внутри, когда, используя ресурсы социальных медиа, наши клиенты фактически имели возможность получить помощь, которая, ну, так случилось, что называется, живой пример, который, если у меня перед глазами, женщина сидела в ресторане за границей, ну, у нее случилась беда с карточками, она не могла по карточкам, что-то случилось с карточками, не могла заплатить, нет наличности в кармане, нет денег на сотовом телефоне, она сидит в ресторане, что ей делать. Каким-то образом, где-то, я так понимаю, она нашла компьютер, она написала на нашей страничке, в течение 15-20 минут наши небезразличные люди, а это очень важно, чтобы вот на таких вещах сидели люди, которые действительно болеют за это сердцем, решили ее проблему, положили деньги ей на сотовый телефон, после чего позвонили ей на телефон, решили проблему с ее, там, вопрос с ее карточками. Ну, она была там, сказать, что она была счастлива, это, наверное, ничего, соответственно, не сказать. Если брать немного более глобально, интернет для нас это большой плюс, и с другой стороны, это очень, как это, это новое требование, назовем это так, требование к стандарту. Почему? Потому что интернет обеспечивает абсолютную прозрачность. Если 10 лет назад можно было обидеть клиента, и об этом знал банк-клиент, ну и, может быть, его близкие друзья и семья, сейчас, если банк обидел клиента, завтра об этом будут знать все. Немало примеров есть, я не помню, что это была за авиакомпания, которая потеряла гитару какого-то там знаменитого музыканта, он взял, написал песню про них, выложил ее в интернет, ее там скачали сотни тысяч людей, ну, то есть, вот, эффект подумает, что, господи, потеряли гитару, ну, бывает. Но как они ему об этом сообщили, ну, то есть, вот он почувствовал себя обижен. Поэтому интернет для банков – это, ну, фактически новая, если хотите, возможность. Но возможность, которая требует перестройки работы внутри. Мы мониторим и реагируем, что мы единственно просим наших клиентов не писать там персональную информацию, потому что иногда клиенты пишут прямо номера карт, сроки действия, пожалуйста, ну, то есть, вот, такого рода информацию в открытых источниках размещать не нужно, потому что, к сожалению, банк никогда этой информацией не воспользуется сам, но есть, к сожалению, есть люди, которые могут этой информацией воспользоваться в ущерб клиенту. Вы знаете, мы, для нас, безусловно, безопасность наших клиентов является, ну, как это сказать, это вот, ну, просто фундаментом, да, это вот, ну, периметр, за который мы, соответственно, мы не выходим, мы не выходим никогда. И мы, наверное, были одними из тех, кто первый применил новые стандарты безопасности в интернет-банке, что сейчас является уже определенным стандартом, там, двойная система, соответственно, двойная система защиты, где пароль приходит отдельно, соответственно, от, как бы, от интернета. С точки зрения мобильного, с точки зрения мобильного банка, это, безусловно, туда же, соответственно, вход защищен, там, защищен паролем. Уровни лимитов на платежи клиент тоже может выставить себе сам. Что важно, в мобильном банке, ну, то есть, вы потеряли телефон, предположим, кто-то узнал ваш пароль, злоумышленник не может совершить платежи никуда, кроме тех шаблонов, которые вы установили себе в интернет-банке. Да, то есть, эти вещи тоже взаимосвязаны. То есть, представить себе, что вы потеряли совершенно все, включая все пароли, ну, тоже, наверное, можно, но здесь это вопрос того, что безопасность – это двойной договор. То есть, очень важно понимать, что безопасность – это не только банк за нее отвечает, но клиент тоже отвечает за свою собственную безопасность. Наверное, можно сказать, что, ну, приведу простой пример. У нас часто бывают ситуации, потеряли кошелек, на карточке записан пин-код, вот, с этого пин-кода сняли деньги, верните, пожалуйста, деньги. Мы много раз говорим, пожалуйста, не пишите пин-коды на карточке. Можно сказать, Рио-де-Жанейро, ну, вот, альтернативный пример, просто из другой индустрии. Рио-де-Жанейро – очень опасный город. Не надо ночью ходить в фавелах. Вот, вот, сказать, Рио-де-Жанейро ничего не делает для безопасности туристов – неправда, делает. Да, но, вот, поэтому безопасность – это двойной договор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова